Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. В этом видео мы поговорим об отеле Кактус Резорт, который находится в бухте Ялунг Бэй. В двух словах про этот отель. Этот отель находится в бухте Ялунг Бэй, соответственно, и находится примерно в 600 метрах от моря, от пляжа. Отель с большой зеленой территорией, а самое главное, это самый экономичный отель в бухте Ялунг Бэй. Ну что, пойдемте посмотрим территорию, номера, все как обычно. Нас встречает большое просторное лобби отеля. Здесь располагается как ресепшн, так и, соответственно, представители всех туроператоров, потому что это очень популярный отель, сюда приезжает очень много людей, очень много гостей, отдыхает на территории этого отеля. Ну что, пойдемте посмотрим саму территорию, бассейны, чтобы у нас сложилась общая картинка об отеле, и пойдем с вами в номера. Ну, здесь есть сразу же магазинчики, есть много таких мест, куда можно выйти, посидеть, отдохнуть. Я вышел из лобби вот на такой балкон, чтобы показать вам территорию. Смотрите, здесь у нас позади меня большой бассейн, там есть как взрослая зона, так и детская зона. Соответственно, вокруг здесь зеленая территория, здесь корпуса, это в таком форме полумесяца сделан отель, и здесь корпуса. То есть номерной фонд очень большой данного отеля. Позади меня, как вы видите, есть два строящихся здания. Здесь, да, ведется стройка, многие кто спрашивал меня, есть ли там стройка или нет, вот, стройка здесь идет. В данный момент сегодня выходной, я никого шума там не слышу, то есть стройка пока никому не мешает. Сразу напомню, что за этим отелем находится сразу отель Universal, то есть, соответственно, стройку и там, и там будет это видно. Сейчас, я как и говорил, нет проблемы со стройкой, я не вижу, чтобы она мешала, это шумно было и так далее. Тихо, спокойно, поют птички. Ну что, пойдемте прогуляемся по территории и посмотрим с вами номера. И после этого, как обычно, дам свое резюме по отелю. Сейчас с вами мы прогуляемся по территории отеля Кактус немножко и посмотрим номера. Здесь, на самом деле, все чистят, убирают, так что не волнуйтесь, везде полный порядок. В номерах тоже люди говорят, что убирают постоянно, все чисто, аккуратно, так что за этот момент можете не переживать. Ну вот, смотрите, здесь у нас вот такой искусственный бассейн, да, для красоты. Дальше у нас, я как показывал, бассейн основной, где можно купаться взрослым и детям. На территории отеля играет хорошая, релаксирующая музыка. Видите, все зелено, убрано. Вот еще один персонал ходит, убирается. Здесь вот, посмотрите, стоят качели вот такие. То есть по территории отеля и в целом по всему как бы все хорошо. Отмечаю здесь один, скажем, минус, это удаленность от моря. Но здесь есть электрический шаттл, мы с вами еще на нем прокатимся. Ну и по питанию, конечно, здесь не очень хвалят его, оно не очень хорошее, простенькое. Поэтому уж точно здесь не стоит брать полный пансион, потому что, ну, качество и ассортимент питания не очень. Поэтому не тратить деньги. Поверьте, здесь очень много есть мест, куда сходить покушать. Друзья, я зашел в ресторан отеля «Кактус». Вот здесь как раз проходят ужины, как видите, и завтраки. То есть здесь как раз вот раздача еды. Сейчас не работает время как раз и не обед, как говорится, и не ужин, и не завтрак. Поэтому, ну, хочу вам показать вот это место, то есть здесь все проходит. Вот, как видите, столики. Здесь вид сразу идет на бассейн, поэтому завтракать будете здесь. Ассортимент меню все равно лучше, чем в любой трешке, так скажу. Но понятно, что уже не первый турист как-то не сильно хвалит питание. Ну, здесь, как говорится, все познается в сравнении. Тем не менее, считаю, что завтрака вполне достаточно. Он будет, ну, вполне приемлемый. И все, что необходимо, как вы обычно дома идите, вы тоже самое здесь можете съесть. Вот мы подошли к бассейну, как видите, он очень большой, чистый, прозрачный, синий, как говорится. Вот здесь дежурит, соответственно, спасатель на всякий случай. Если необходима помощь, конечно, он всегда по своим чутким надзорам следит за купающими. Ну, давайте отойдем. Здесь, кстати, шезлонги стоят, как вы видите. Они, естественно, бесплатны. Здесь, хотел отметить, есть места для такого релакса. Немножко через кусты здесь просочусь. Здесь, смотрите, есть гамаки, в которых можно полежать, отдохнуть. Так что, пожалуйста. Ну, идем дальше. У нас сам отель выходит на территорию озера. Здесь, возможно, вы уже видели, здесь проходит озеро. Здесь можно вдоль него прогуляться по набережной. Вот здесь есть, кстати, небольшая детская зона. В теньке, кстати, видите, дерево в тенечке, можно детей спокойно сюда отправить. Ну, вот, как видите, здесь вот такая лужайка. Все это еще идет отель и его территория. То есть, есть куда прогуляться в этом плане. Я почему рекомендую бухту Ялунгбэй? Потому что здесь практически все отели имеют большие территории. И вам можно ходить и гулять. Потому что, например, в Датунхай всего несколько отелей имеют территории. И там, соответственно, как говорится, на территории отелей нечем заняться. Так что, давайте еще прогуляемся. Ну, давайте озеро покажу. Вы его уже наверняка видели с воздуха. Но все-таки еще раз покажу. Здесь вот есть такая тропинка, по которой можно прогуляться. Ну, вот озеро, как говорится, как озеро. А, кстати, я видел, здесь даже рыбаки надо нем бывают, рыбу лоют. Ну, вот, собственно, по отелю Кактус я уже, скажем, завершил обход территории. Здесь еще одна большая зеленая поляна. Как видите, даже туристов наших здесь нет. Ну, понятно, все на море. День, жарко. Хочется на море искупаться, лежать на песочке. Поэтому по территории в это время, конечно, никто не гуляет. Вот, смотрите, номер с двумя отдельными кроватями. Здесь их вместе сдвинули. Соответственно, вот такие здесь номера. То есть, телевизор, ванная. Они, в общем, стандартные. Я уже показывал где-то вечером в одном из своих видео. Окно. У некоторых номеров есть балкон. То есть, в принципе, все стандартно. Рабочая зона, кровать. Небольшая зона отдыха. Видите, туалет, ванна. А здесь прям ванная есть сама с душем. Ну, и, соответственно, здесь гардеробная. Так что, вот такие здесь номера. Они, в общем, все похожи. Пойдемте еще покажу парочку. Ну, вот еще один номер такой. Я специально захожу, где открыты номера, потому что нам не хотят показывать. Там одна женщина как раз жаловалась на номер. И, в общем, они решили пока мне ничего не показывать. Вот тоже эти номера, они без балкона, но с окном. Окошко, конечно, здесь открывается. Смотрите, здесь на первом этаже есть еще номера. Да, как видите, там идут ремонтные работы. То есть обновляют, красят, что-то там пилят немного. Поэтому имейте в виду, что, наверное, в данный, вот видите, засверлили что-то. В данный момент, вот в 2019 году, раз идет небольшой ремонт, я бы, наверное, все-таки выбирал номера повыше. То есть надо делать запрос, чтобы номера были выше. Чтобы вам это не мешало. Здесь еще запах краски стоит, кстати. Так что, ну, это может с каждым отелем быть, да? То есть вы приедете, а тут будут ремонтные работы. Но, тем не менее, как говорил, убирайте либо другой корпус, либо, соответственно, повыше этажа. Ну, вот смотрите, номер такой же, как я показывал. Только это номер с балконом идет, как вы видите. Здесь вид на сад. То есть вот такие балкончики. Вы можете сразу заказывать номера с балконом. Потому что, если вы возьмете самый недорогой номер, он будет без балкона, просто с окном. Поэтому, если хотите номер с балконом, надо сразу покупать такие номера. Их можно выбрать сразу же при бронировании. Ну, так, в общем, мы, думаю, поняли. То есть телевизор, кровать, зона отдыха. В общем, все как обычно. Сейф, халаты. Кстати, в каждом номере есть гладильная доска и утюг. Это большой плюс. Даже в некоторых пятерках этого нет. Ну, чайник, интернет, понятно. Все здесь так и есть. Давайте идем дальше. Не пугайтесь сильно этому ремонту. Потому что это видео снимаю сейчас в июле 2019 года. На самом деле, этот ремонт закончится. Чтобы вы не думали, что это постоянная история. Здесь обновляют стены. Ну, а когда еще делать? Отель же не закроешь полностью на ремонт. Поэтому нужно делать все в процессе. Так как лето считается все равно не самый высокий сезон. Потому что китайцы летом не так много приезжают. Поэтому в этот период времени они и производят ремонтные работы. Вот хочу вам показать детскую зону бассейна. То есть, с этой стороны глубокая более часть бассейна. И, соответственно, есть небольшая детская зона даже с горками. Вот детская зона бассейнов. Здесь, как видите, есть даже горки. А небольшие можно на них поиграть. Конечно, днем, я скажу так, они нагреваются жутко. И поэтому я не уверен, что детям днем здесь будет очень комфортно на них играть. Ну, а так здесь бассейн неглубокий. Понятно, можно покупаться. Вот малыши, я смотрю, с кругами там плавают. Так что две зоны основные бассейны. Бассейн очень большой, как вы видите. Ну, и сейчас, конечно, давайте проедем к зоне пляжа. Здесь нужно обойти бассейн с правой стороны. И пройтись вот по такому деревянному мостику. Там будет шаттл. Если его нет, то значит он скоро приедет. Потому что курсирует он регулярно. Не по графику, а по потребности туристов. Ну, или можно тем же путем, если не хочется ждать, пройти пешком до пляжа. Не успел прийти, уже есть шаттл. Здрасте. Здрасте. Я больше смотрел ютуб-канал. Супер, спасибо. Георгий, да, это круто. Ну, вот, наш шаттл довез вот до этого места. Собственно, здесь уже есть дорога. И сам переход уже к пляжу. Здесь уже нужно будет прогуляться пешком. Переходим дорогу. Осторожно. Ну, в принципе, здесь, как видите, движение не такое интенсивное. Дорожка маленькая. Это не вам не до Думхай, где шесть полос, и движение очень активное. Ну, здесь вот зеленая зона такая. Мы проходим. И сейчас будем уже на пляже. Осталось буквально 10 секунд. И мы уже выйдем. Здесь по лесенке сейчас спустимся. И выйдем уже к пляжу. Ну, вот мы и вышли на пляж отеля Кактус. Ну, в общем, любого отеля. То есть, именно в этой части отеля Universal, отеля Кактус. Собственно, вот это их зона пляжа. Здесь есть кабинки для переодевания. Ну, собственно, вот этот пляж в полном вашем распоряжении. Пожалуйста, можете отдыхать, купаться, загорать и так далее. Вот прямо здесь спускаясь, купаться не разрешают. А вот чуть-чуть в сторонку пройти, как раз оборудованный пляж для туристов. Там можно как раз искупаться. Смотрите, здесь вот пирс. За пирсом уже начинается военно-морская база. Так что не снимайте туда, не ходите. Потому что это опасно для вашего отдыха. Потом будете очень долго объяснять, почему вы там оказались. Ну, просто имейте в виду на будущее это. Ну, вот вам шезлонги, пожалуйста. На них вы можете разместиться спокойно, загорать, отдыхать. Как я и говорил многим, что это не Турция, не Греция. Шезлонги здесь распределяются именно в начале пляжа. Ближе к морю их нет, как видите, такая большая широкая полоса, как вы видите. И поэтому нет такого варианта, чтобы подтащили шезлонг близко к морю и лежите. Поэтому сильно на шезлонги, я говорю, смысла рассчитывать нет. Единственное исключение это посидеть где-то в тени. Если, кстати, кто-то думает, что есть волна, она примерно всегда такая на Хайнане волна. То есть без волн здесь не бывает, все-таки открытый океан здесь. Это не Средиземное море стоящее, где практически никогда не бывает волн. Поэтому не пугайтесь, пологий вход здесь достаточно. Люди, как видите, много купаются. В кругах это китайцы, сразу видно. То есть они не плавающая нация, поэтому в основном они плавают с кругами. Ну, в общем, все, вы здесь можете располагаться и отдыхать. Ну что, дорогие друзья, я готов сделать резюме по данному отелю. Отель «Кактусно», который находится в бухте Ялунгбэй. Как многим своим туристам и вам, подписчики, рассказываю об этом отеле, этот отель как раз тот самый вариант, который является самым экономичным в бухте Ялунгбэй. Да, у него большая зеленая территория, у него хорошие в целом номера. То есть все у них есть, даже, как вы видели, гладильные доски, утюги и так далее. Что здесь я бы не советовал? Не советовал бы покупать полный пансион. Потому что питание здесь не хвалят, завтраков включенных вполне достаточно. Поэтому, если заходите что-то поесть, я советую пойти либо в другие отели на ужин, например, или уже на торговую улицу, как вы видели у вас, до отеля «Хуаю». Там цены на ужин вполне приемлемы. Что касается близости к морю, он не близко к морю, всегда нужно выходить пешком. Либо передвигаться на электрошаттли, который вас доводит до пляжа. Но, соответственно, он доводит до пляжа не в центр бухты Умбы, а, соответственно, по ближайшей траектории. Что еще хочу отметить про этот отель? Отель, в общем, подходит для семейного отдыха, как и говорил, да. То есть здесь есть детские зоны бассейна, как вы видите, взрослые зоны бассейна, есть детская площадка, игровая комната. То есть отель сам по себе достаточно неплох. На сегодняшний момент у него ведется стройка, но все говорят, что она не мешает, шума от нее никакого нет. Но стройка, как вы видите, она присутствует. На сегодняшний момент, на июле 2019 года в отеле «Кактус» производится косметические работы, где-то что-то красят. Соответственно, на некоторых этажах, особенно на нижних сейчас, стоит запах краски, ацетона немного. Поэтому, если вы сюда приедете и вам ваш номер будет не устраивать, просите сразу же, чтобы вас переселили в другой. Ну а лучше, конечно, заранее узнавать какие-то номера, где идет ремонт, чтобы с этой историей не попасть. И, соответственно, рекомендую здесь брать номера повыше и с балконом, потому что это будет более удобно. Самые недорогие номера, как вы поняли, они идут без балкона. Ну что, в общем, буду заканчивать на этом свой обзор. Я его сделал, кстати, потому что очень-очень много сюда людей все-таки приезжает. Турагенты старой закалки его рекомендуют, потому что, скажем, в бухте Йолунгбе они знают в основном только про этот отток. Поэтому сразу, когда люди называют «мы хотим в Йолунгбей», они сразу предлагают кактус. Не все делают выбор, я знаю, целенаправленно, осознанно, понимая и знаю. Для этого я, собственно, и делаю этот обзор. Как и говорил, этот вариант экономичный, доступный, самый доступный по стоимости. Если вы готовы немножко доплатить и жить более ближе к морю или в более лучших условиях с лучшим питанием, я, как и говорил, рекомендую отель «Хуаю Резорт». Ссылка на видео по отелю «Хуаю Резорт» будет под видео. Я вам напоминаю, что я занимаюсь турами, продажей туров на остров Хайнань. Продаю их уже очень давно, все официально, с документами, договорами, чеками. Все как положено. Территория вся Россия как минимум. То есть продаю от Магадана и до Москвы. Также у меня прилетают частенько люди из Белоруссии. У них вылет тоже с Москвы получается. Ну, в общем, вы поняли, любой город вылета абсолютно. Москва, Новосибирск, Иркутск, Чита, Кемерово, Хабаровск, Владивосток. В общем, все те города, которые есть у туроператоров, они все есть у меня. Поэтому прямо сейчас вы можете оставить ниже под этим видео заявку мне на прямом ватсапе или оставить заявку также на сайте. Ну что, смотрите мои видео дальше. С вами был Павел Георгиев, компания «Георгиев Тревел». Увидимся в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»